Итак, всем привет! Продолжаем изучать деревья решений и алгоритмы, которые помогают нам их формировать. Я уже рассказывал про джинни империти, сегодня я поговорю о энтропии Шеннона. Итак, у нас есть множество объектов. Множество объектов. Так, почему меня не рисуют? У нас есть множество объектов, уже помеченных, да? И я хочу, раз, давайте лучше крестиками, раз, два, три, четыре, пять, давайте вот так вот, шесть. И я хочу их разбить согласно дереву решений. То есть, дерево решений, это что? Это, по сути дела, построить ветку, построить серию вопросов, где я разбиваю каждый раз мои объекты на под, под области, на подгруппы. Там, допустим, больше сто и так далее. Ну и вопросов, конечно, может быть огромное количество. И основная задача, собственно, это вычислить наиболее эффективные вопросы, которые я могу задавать. То есть, наши объекты, вот наши объекты. Вот, х и х. Они же у нас приходят с какими-то признаками, х1, х2, х3 и так далее. И, собственно, вот по этим признакам мы, по идее, должны вычленить идеальные вопросы. Идеальные вопросы. Мы уже, как я уже сказал, говорили о Genie Impurity. И сегодня посмотрим альтернативный вариант. Это энтропия Шеллона. Так, давайте я сперва запишу общую формулу, как она считается, потом поговорим о ней. Е равно минус сумма от i, единицы, до количества классов, все это количество классов. В нашем случае это будет 2. Дальше, вероятность появления данного класса. В нашем случае мы будем брать частоты появления в нашей обучающей выборке и умножить на логарифт по данной вероятности. Почему логарифт? Простого объяснения, прям и интуитивного, понятного, к сожалению, я не нашел. Могу лишь сказать. Вот здесь есть тренд небольшой. Я его немного полистал. Но прям интуитивно и чтобы понятно было, очевидно, не нашел хорошего прямого объяснения. Поэтому оставлю так. Так, так, так. Мы лишь... Я поговорю о некоторых свойствах данной функции. Что она нам даёт? Что она нам даёт? Давайте сразу подметим некие важные свойства. Во-первых, знак минус. Почему здесь вообще знак минус? Зачем он нам нужен? Смотрите, вот первое... Во-первых, у нас считается сумма. Во-вторых, первый множитель здесь – это вероятность. По аксигматике Калмогорова, да, у нас вероятности считаются от нуля до единицы. Соответственно, вот это число, вот это первое число, он будет всегда положительным. Теперь дальше поехали. Вспоминаем, каким образом у нас ведёт себя логарифм. Для этого давайте заглянем на какой-нибудь график и напомним себе, что когда логарифм у нас меньше единицы, меньше единицы, то значение функции у нас становится отрицательным. То есть, вот эта часть, вся суммарная, у нас стала бы отрицательным. Но так как здесь минус, то есть, всё выражение в итоге у нас всё равно будет больше нуля. Больше нуля. Это первое замечание. Второе замечание. Допустим, что у нас всего один класс. Всего один класс. Тогда что получается? Если вероятность 1, а логарифм от единицы у нас равен нулю. То есть, когда у нас один класс, то энтропия равна нулю. То есть, наша энтропия что такое? Это у нас некая функция состояния системы. То есть, можно переформулировать ещё так, что наше состояние, наша система находится в определённом состоянии. Энтропия, она ещё показывает степень неопределённости нашей системы. Или вот мне ещё вот эта формулировка понравилась. Энтропия, мера энтропии, показывает неуверенность реализации случайного события. Повторюсь, мера энтропии в данном случае – это неуверенность реализации случайного события. А когда у нас один класс, у нас энтропия нулю. Соответственно, у нас никакой нет неуверенности. Мы очень-очень хорошо всё понимаем. Теперь давайте посмотрим равномерное распределение. Равномерное распределение. Допустим, у нас классов два класса. Равномерное распределение 0,5. 2 на 0,5. Ну и логарифм от 0,5. К слову, вот логарифм здесь необязательно брать двоичный. Можно взять и натуральный логарифм. Ну и давайте здесь 1. Значит так, 0,5. Натуральный логарифм равен 0,69. Теперь давайте 4 класса возьмём. 4. Также равномерно распределённых. Мы отдельно посчитаем на практике неравномерно распределённые. Сейчас я просто показываю некие свойства. Логарифм от 0,25. 25 логарифм 1,38. То есть, когда количество классов, количество классов у нас возрастает в системе, то наша система находится в более неопределённом состоянии. То есть, оно увеличивается. Я вот здесь напишу, если н увеличивается, то и система увеличивается, неопределённость системы. Теперь поговорим о... Давайте я предлагаю разобрать частный случай. Вот у меня система выборка 4 красных и 6 зелёных. Давайте посчитаем наше, наше условие. Наши стартовые условия. То есть, в каком состоянии находится наша система. То есть, некую базовую энтропию, от которой мы будем отталкиваться. То есть, вот когда мы считали Gini Impurity, мы там считали некую базовую вероятность неправильной классификации случайно выбранного объекта. Также и здесь мы считаем энтропию. Здесь у нас энтропия, и её смысл в том, чтобы показать некую неуверенность реализации случайного события. Ну и давайте считать некое базовое, некое базовое условие. Давайте я разные эти возьму, чтобы была разница. Вероятностей мы берём по частотам появления в нашей выборке. 0,4. Логарифм я буду брать натуральный ради удобства. Повторю, что на практике берут двоичный. Но я возьму натуральный. 0,4. Логарифм 0,4. И мне нужно прибавить... Я здесь сразу пишу со знаками плюса, потому что я знаю, что все минусы у меня превратятся в плюсы. И здесь 0,6. На логарифм 0,6. То есть, моя система перейдёт в следующее состояние. 0,4 логарифм умножить 0,4. То есть, это получается 36. 0,36. Вот это вот равно 0,6 логарифм умножить на 0,6. И это у меня равно 0,3. То есть, это получается 0,66. 0,66. 0,66. Это моя базовая энтеропия, от которой я буду отталкиваться. Теперь... Предлагаю рассмотреть два случая. Первый случай и второй случай. Так, давайте я лучше по-другому. Энтеропия, она делает то же самое, что и Gini Impurity. То есть, я хочу выбрать наиболее лучший вопрос. То есть, я хочу, по сути дела, построить прямую, разбивающую наши объекты наиболее общим способом, чтобы максимально снять энтеропию. То есть, я хочу получить такую энтеропию, которая бы стремилась у меня к нулю, если на цифрах. Давайте рассмотрим два варианта. Первый вариант, допустим, мы поделили вот таким вот способом. И давайте посчитаем. Здесь, так же, как и Gini Impurity, нам нужно будет посчитать левую ветку. Левую ветку и правую ветку. И взвесить их весами. Веса здесь, так же, как и Gini Impurity, это просто пропорции, которые попали в соответствующую вам выборку. То есть, здесь будет вес 0,4 для левой, а для правой 0,6. Теперь нам нужно посчитать сам вот этот E. То есть, саму-саму. Так, где эта штука? Красная. Сам коэффициент, саму энтропию. Давайте, поехали. Здесь 3, 4. То есть, мы сейчас частоты берем вот из-под выборок. Из-под выборок соответствующих. Получается, 3, 4 на логарифм 3, 4 плюс здесь 1, 4 на логарифм 1, 4. С этой стороны 1, 6 на логарифм 1, 6 плюс 5, 6 на логарифм 5, 6. Ну и давайте считать. Значит так, 75 логарифм. Получается, здесь, значит, так, 21. Значит так, 25 логарифм. Перевод на 4. Тридцать один. Здесь, значит, так, ну пусть будет 35. Естественно, здесь 0,21, здесь 0,35. Значит так, минус. Так, и множить надо еще на 0,4. То есть, взвешенное. То есть, вот для вот этой вот части, для вот этой части у меня энтропия получилась взвешенная 0,22. 0,22. Давайте я ее здесь выделю. 0,22. А основная, естественно, но, то есть, базовая. Базовая для следующего случая, когда я буду разделять уже вот эту часть, будет 0,56. А мне нужна взвешенная, чтобы сравнить вот с этим числом. Теперь давайте почитаю вот это число. Значит так, 5 разделить на 6. Логарифм умножить на 5. Разделить на 6. Получается 0,15. 0,15 с этой стороны. Так. И разделить на 6. Здесь 0,3. 0,3. И умножить еще на вешенную составляющую и получается 0,27. 0,27. 0,27. То есть, суммарно вот это плюс это у меня получается здесь 0,49. В итоге прирост, прирост, прирост информации у меня получается 0,17. 0,17. То есть, давайте, не знаю, как это выделить. Ну, давайте вот здесь вот напишем. То есть, если я вот эту вот прямую использовал, у меня был бы плюс 0,17. Теперь давайте другой вариант какой-нибудь рассмотрим. Давайте я вот так вот поделил. Хитро. Как хитро. То есть, сравниваю. То есть, здесь у меня будут только одни красные, а здесь зеленые. И снова поехали. Также мне нужно для красной и для левой части и для правой. Здесь, поскольку у меня собрались уже классы одного типа, а я знаю, что когда у меня складываются... Когда у меня элементы одного класса собираются в одном месте, то моя вероятность, ой, моя энтропия получается нулю. Да, я должен считать там для всех классов, но классов-то зеленых у меня 0, а, соответственно, второе слагаемое там будет занулиться в нуле. А когда класс единички, да, у меня снова занулиться. Поэтому для левой части, для левой части L будет равно нулю. Мне сейчас нужно для правой только посчитать. Вот ее давайте и посчитаем. Для правой части. Давайте красным сперва. Здесь одна седьмая. Одна седьмая. Одна седьмая на логарифт. Одной седьмой. И так, теперь прибавить шесть седьмых на логарифт. В принципе, я предполагаю, что вы уже видите, да, что здесь будет гораздо больше пророст информации. Что здесь разделить на семь? Логарифт умножить на шесть разделить на семь. так, 0,13 так, вот это у меня 0,13 теперь 1,7 моя логарифма 2 разделить на 7 0,27 0,27 то есть базовая базовая, вот для этой части когда я буду дальше делить у меня равна 0,4 а взвешенно чтобы сравнить вот с этой вот с базой, которую я хочу сравнивать мне надо еще умножить на пропорцию, какая здесь пропорция здесь пропорция для правой части 0,7 то есть получается 0,4 умножить на 0,7 0,28 то есть взвешенное число 0,28 теперь 66 минус 28 это получается 38, да? то есть вот если я вот такое вот деление у меня плюс 0,38 то есть как мы видим вот это вот деление вот это деление оно дает более качественное более качественное деление то есть я получил больше прирост информации я получил систему в менее неопределенном состоянии то есть теперь моя неуверенность неуверенность она упала неуверенность реализации случайного события ну вот на этом на этом по идее все то есть вот таким образом считается вот такие у нас есть некие особенности могу еще подметить что поскольку мы здесь в расчетах используем логарифм а визуально от индекса Gini именно математические расчеты никак не отличаются можно еще подметить что на больших выборках и результат будет очень схожим я правда не знаю насколько схожим но вроде разницы нет никакой по крайней мере значительной точно нет так вот используют то я к чему это используют Gini в первую очередь разницы вот нет не по формуле да там тоже были вероятности но там вероятность там две вероятности умножались а здесь мы умножаем логарифм то есть более сложные операции поэтому собственно и некая дефолтная некий дефолтный алгоритм который используют в библиотеке тот же Spark или Escaler да этот ну у Python они дефолтно используют Gini Gini Impurity так что тут еще можно добавить почитайте 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 википедию то есть здесь в принципе можно подчеркнуть каким почему они приходят именно вот к такой вот формуле немножечко может проясниться повторю что я пока не нашел прям интуитивно понятного значения почему здесь именно логариф то есть по математике как бы видно что все хорошо работает так здесь спор ну и вот здесь еще статья статья в принципе я ее уже окладывал показывал и оставлю здесь то есть вот здесь показывается каким образом применяется энтеропия как она считается вот information gain то есть считается некая базовая а затем вычитается левая правая часть взвешенная 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 и где-то где-то формула вот вам формула каким образом считается энтеропия шеннона да да вот здесь вот видите формула предлагается основание 2 а вот википедии говорит википедии что основание может быть любым поверю википедии к слову математическая википедия более-менее адекватная так ну вроде как все все что я хотел сказал сказать сказал так сейчас подумаю подумаю формула сказал что смысл сказал это сам алгоритм рассказал посчитали ну пожалуй тогда все тогда пожалуй все все next time